В Центре развития культуры состоялось мероприятие «История города в лицах», которое посвящено людям нашего города, стоявшему у истоков его развития, процветания, строительства, которые внесли существенный вклад в его историю своими делами и поступками. На встречу пришли многие земляки, которым не безразлична судьба нашей малой родины. Особое внимание было уделено именам наших героев, чьи фотографии украсили стенды выставки, а также людям, которые стояли у руля власти, занимали ответственные посты и должности, вершили историю города. С их подачи, под их контролем, с их почина велась трудоемкая работа в городе. Она охватывала разные сферы деятельности фурмановцев. Это были не просто ответственные, профессиональные, дисциплинированные руководители-исполнители. Каждый из них – человек-легенда, глыба, эпоха. Они достойны уважения, памяти, слов благодарности, а их дела, поступки, последствия их деятельности останутся навсегда в истории нашего города и будут достойно служить будущим поколениям. Кто они – первые лица города советского периода и как появилась выставка? С обычного желания рассмотреть фотографии из прошлого в аккаунтах социальных сетей, нас эти фотографии заинтересовали, так как мы родились в этом городе, в нем росли, учились, развивались, а подсмотрели мы первые из них на страничке в соцсетях у Валентины Николаевны Кустовой. Действительно, они, получив наследство, середу, я уже говорил, как-то безграмотную сплошь, лапотную, грязную, превратили не только в город, но и в крупный промышленный и культурный центр областного подчинения. Именно благодаря вот этим людям это они организовывали, они вдохновляли, они организовывали соревнования. Вот прежде думая о родине, потом о себе, это не громкие слова, это так, вот по такому принципу и работали все наши руководители. Каждый из них был уникален, каждый был у них самобытен, каждый был неповторим. И при всем при этом это были очень скромные люди в своем быту до аскетизма. О работе текстильных предприятий и необходимости возрождения рабочих профессий среди числа современных специалистов рассказала почетный гражданин города Марина Анатольевна Ивлева. На данный момент сотрудниками Центра развития культуры ведется работа по сбору сведений об одном из ведущих предприятий города советского периода – Плешановском торге. Помощницей в этом вопросе является Ирина Сергеевна Плешанова. Это целый пласт истории нашего города. На встречу была приглашена ученица Сергея Львовича Плешанова, член общества «Опора», почетный гражданин города Ирина Николаевна Крысина. Что касается торга, действительно наш город Фурманов очень был популярен именно торгом во всей Российской Федерации. Начиная с 1965 года торг свыше 100 кварталов подряд удерживал переходящие красное знамя Министерства по торговле и ЦК отраслевого профсоюза. Одним из ярких выступлений стала речь почетного гражданина города Анны Семеновны Антоновой. Она сделала акцент на том, что каждый руководитель и человек, представленный на фото-выставке, обладал неоспоримым авторитетом среди подчиненных и пользовался уважением вышестоящего начальства. Это люди с большой буквы, личности, на которых основана история города. В ходе мероприятия директор Центрального дворца культуры Никита Манков вручил благодарственные письма всем инициаторам выставки, поблагодарил за скрупулезную и плодотворную работу сотрудников Центра развития. Память – это то, чем мы гордимся, то, что мы помним. И пока она жила в наших сердцах, она будет жить вечно. Поэтому спасибо всем огромное за это. Спасибо, что пришли. Спасибо за эти фотографии. Ведь, опять же, об этих людях мы не только слышим, что-то узнаем, но благодаря этой выставке мы теперь еще их и видим. Мы знаем, как они выглядят. Спасибо вам огромное. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok